Итак, когда же именно выйдет второй сезон? Как нам дали понять, лишь в конце этого года, примерно где-то в октябре, в ноябре или даже, возможно, в декабре. То есть, сейчас у нас есть только эта информация и ничего более. Но, со слов Алина, что он тоже хочет, чтобы новый сезон вышел поскорее, эта дата может измениться. И это вполне реально. Аниманга, если все будет, как ты говоришь, то когда он может выйти? Если все сложится так хорошо и авторы готовят нам сюрприз, то нас могут обрадовать выходом второго сезона даже этой весной или летом. Нам остается лишь надеяться на это. Но даже если этого не произойдет и он выйдет в конце, то ничего страшного. Лично я безумно рад этой новости. И я с нетерпением буду ждать этого сезона, хоть я и читал практически все комиксы. Прежде чем я расскажу вам, о чем же будет второй сезон, хочу коротко напомнить вам начало всей этой истории. Марк Грейсон, сын супергероя Омнимэна, прибывшего на Землю с планеты Вильтрум и обычной землянки. Благодаря генам отца, Марк обретает суперспособности в 17 лет и обнаруживает, что супергеройствовать не так просто, как он себе это представлял. Показано, что у него есть режим Берсерка, когда он сражается с инопланетными захватчиками-флаксанцами и наемниками головы машины. Как выяснилось, это врожденная способность Вильтрумитов. Нолан Грейсон, Омнимэн, Вильтрумит, Отец Марка и муж Дебби, по силам примерно равен герой из комиксов DC, Супермену. Родился на планете Вильтрум, где господствует очень сильная и жестокая раса. Когда его родители умерли, он встал на службу Вильтрумской империи, которая проводила межгалактическую экспансию на протяжении тысяч лет. Прилетев на Землю с целью захвата планеты для Вильтрума, познакомился с Дебби и осел здесь на Земле 20 лет, став супергероем. Пытаясь перетянуть сына на сторону Вильтрумитов, собственноручно уничтожил тысячи людей. Когда сын отказался, Нолан не смог покончить с ним и покинул Землю. Именно на этом заканчивается первый сезон. Насчет второго сезона, не бойтесь, тут никаких спойлеров не будет. Просто расскажу, о чем будет новый сезон, для тех, кому не терпится это узнать. После того, как Омнимэн улетел в космос, покинув Землю, кто-то должен занять его пост главного героя. И главным кандидатом на этот пост будет его сын Марк, то есть неуязвимый. Но это будет не тот добрый паренек Марк, которого мы все видели в первом сезоне. Нет, он изменился. Потому что его отец оказался пришельцем, который на протяжении всей жизни обманывал всех и преследовал цель захватить его родной дом. Прежде чем улететь, он еще и успел натворить немало бед. Разрушение практически всего Чикаго, своей семьи, а также множество жертв среди обычных жителей и героев. Теперь всему человечеству предстоит укрепить защиту своей родной планеты Земля, собрать сильнейших героев и готовиться к возвышению Омнимэна. Приведет ли он всю армию Вильтрумитов, чтобы захватить Землю? Или же он наоборот встанет на защиту не только планеты, но и своего сына и жены? Да, хоть он и их претал, но возможно в нем осталась частичка любви к своей семье. Я не хочу вам спойлерить, поэтому накидываю вам вероятные сюжетные повороты. А вот что действительно произойдет, мы узнаем лишь в конце этого года. Настоятельно всем рекомендую не спешить читать комиксы, а подождать выход нового сезона, который, напоминаю, выйдет в середине или в конце 2023-го, то есть этого года. А до тех пор вы можете смотреть мои видео, связанные не только с Ван Панчманом, но и с другими аниме, мультсериалами и многим другим. Контента будет очень много. Друзья, как вы знаете, на ютубе отключили монетизацию, и если вы вдруг хотите поддержать меня донатом, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. А еще там же будет и ссылка на бусти, куда я скоро начну выкладывать озвучки разных манг, включая Иван Панчман, потому что у меня начались проблемы с авторскими правами. Спасибо всем за поддержку. Раз вы досмотрели до этого момента, респект! Вы официально стали героем С-класса. Что ж, а на этом все. Ждем второй сезон мультсериала Неуязвимой в конце этого года. Всем сил и терпения! Ну а с вами был Аниманго. Всем пока!